Небель мы ни в какой гаити. Нас и здесь неплохо кормят. Опять? Ну почему всегда такая реакция? Чего вы разумновались? Успокойтесь, дышите полной грудью. Мяу. Привет, друзья. Сегодня мы снова с вами. Сегодня мы маленькие котятки. Маленькие и побольше. Да, я котенок, а это большой котенок. И сегодня по заказу одной нашей телезрительницы мы приготовили гороховый супчик, печёночка из коровятины, салатик и компот. Итак, Ирина Че, благодаря вам состоялся сегодняшний ужин, благодаря вашей идее. Ваш заказ исполняем. Итак, оставайтесь с нами, а мы начинаем кушать. Мы начинаем кушать. Ой, где мой слюнявчик, самый хороший? Пожелайте нам приятного аппетита. Да, смотрите, какой у нас супчик. Ну, я уж не буду показывать свой супчик. Супчик музыкальный с интересным названием Фуги Прибамбаха. Так что... Ну, как вы и заказывали, гороховый. Да, как хотели, так и сделали. Так что давайте кушать. Супчик гороховый, без всякой химии. Варили сами, без пакетиков, с копчёностями. Горох варился 6 часов. Ну, а чтобы Фуги Прибамбаха не были такими громкими и сильными, мы его двое суток вымачивали. Так что всё будет прекрасно. Конечно. Не переживайте. Прелесть. Кстати, ребрышки копчёные, натуральные. О, какие. Прям настоящего копчения, никакого жидкого дыма. Коптил котейка сам. Сам лично. В опилках этих каких-то обычно коптишь ты? Фруктовых. Фруктовые опилки. Ну, у нас какие фрукты? Вишня? Яблоня. А. Всё это дела. Коптится. Ну, предварительно солить надо, да? Или как там? Мясо, вот это ребры, как солишь, что ли, сначала, или чего? В рассоле. Угу. Подсаливаю слегка. Так. И сколько дней? Ну, смотря как, всё зависит от жёсткости. Угу. Ну, обычно 2-3 дня. Всего-то? Всего-то. А мясо 21 день надо солить? Это мясо. А, ребрышки? А здесь ребрышки копчёные. Ну, а потом уже коптишь, да? Да. Угу. Совершенно верно. Всё. И получается вкуснятина. Как всегда, спонсор нашего выпуска. Он всегда с нами. Доверяем только ему. Вот. Как? Норм? Пробуй. Горок-то как разварился прям. Да. Что значит его мочить двое суток, а? Ммм. Ммм. Вкуснотища. Не то слова. Вообще, как любите? Гороховый супчик так. Ммм. Он у нас на косточках из грудинки сварен. Бульончик сначала долго наваривался. А в другой кастрюльке горох томился, тоже варился. Вот. А потом всё это соединяется. Вот так получается вкусно. Уползенно. Это да. Что, нормально, да? Ммм. Теперь обгладываем косточку. Ммм. Ммм. Кстати, хочу сказать, что сегодняшнюю заявочку мы исполняем. Первое, второе и компот. Ну, а вы, Мадины и Зарима, мы ваш заказ помним. Так что в ближайшем будущем мы его исполним. Будет чуть попозже. Да, немножечко чуть. Сами понимаете, сразу всё скушать невозможно. То есть мы и кушаем много, но много не получается. Слишком. Так что ваш заказ будет исполнен обязательно. Мы помним о нём. Заметочку взяли, записали. Ещё большое спасибо за идеи. Вот так вот думаешь, думаешь, чего бы покушать-то. А тут раз вы и подкидываете идеи. Ну, вот мы их исполняем. Сразу зацепаемся и нормально. Ты так подумаешь, это кушали, то кушали. Не хочется. А это прям прям с пожеланием. А тут нас зрители сами подсказывают. Съешьте вот это, съешьте вот то. Ну и вот. Благодаря вашим подсказкам готовится стол. Составляется рацион. А ты свёклу как-то не пробовал? Нет, его со вторым надо. А, со вторым. Ну да, со свёклой. Свёкл с кровятиной-то хорошо пойдёт. Свёклу со свёклой. А ты мне не заболтала. Да, болтай. Нас тут спросили, как часто мы путешествуем. Любим ли путешествовать мы. Что хочется сказать. Я, честно говоря, дорогу не очень переношу. Поэтому мы на большие расстояния. Как-то стараемся не ездить. Но в пределах своего ареала, своего места обитания мы так бывает. Выезжаем. Единственное, где мы только были, это Волгодонске. И то был путь далёкий. Я ведь придурок. Мне вот, допустим, нужно ехать, если в маршрутке, ну, в автобусе междугороднем. Обязательно мне нужно сидеть наравне с водителем. В салоне она не может. В салоне я ездить никак не могу. Мне становится плохо. Я себя чувствую нехорошо. И поэтому я не могу доехать. Тошнота и так далее. Ну и прочие такие симптомы. И вот, представьте картину. Приехали мы в Ростов. Ну, это всё поездом. Более-менее дорога нормальная была. Обошлось. Нам надо ехать до Волгодонска. А там сколько? 200 с чем-то или 300? 214 км. 214 км. Ну, такси мы не поехали. Там что-то цены высокие были, да и народ не набирался. Отложили. Автобусы междугородние ходят там достаточно часто. Но нам надо, чтобы впереди было место. А не то двухэтажные, то ещё. А где там впереди место? Нет, только в салоне. Либо на первом, либо на втором этаже. Ну и что? Сколько часа? Три? Ты караулил бегло идти. Узнавал, где какое место и хватит ли билет. Потом узнавал у водителя, какое место рядом с ним, параллельно. И чтобы он мне сказал номер этого места. Чтобы мне подойти к кассе и попросить билет именно этого места. А уж сам-то ладно, как-нибудь. Так что проблемное в этом плане. Нам спустя тресли с половиной часа. Удалось найти место нужное. Ну доехала я, конечно, ничего, дорогу перенесла. Вот. Ну а что про город хочу сказать? Город нам понравился. Река. Там значит, что ещё? Залив, да? Залив он называется. Маяк красивый был там. Цемлянское водохранилище. Цемлянское водохранилище. Правда, оно обмелело почему-то. Ну немного обмелело, да. Даже немного. В 80-е годы, конечно, было оно... Лучше. Уровнем повыше, поглубже. А сейчас там даже шлюзы-то как? Работают, нет? Закрыто что-то там всё. Работает всё, работает всё. Да? Нет, не знаю. Вот. Причём здесь шлюзы и водохранилище. Это с доном. Дон-то тоже мы там видели. Вот это и есть касается шлюзов. А водохранилище это не касается. Ну... Мы кошки не совсем умны, не понимаем. А мы? А вы коты другие совсем. У вас всё иначе. Вот. Причём мне запомнился там. Парк Победы запомнился. Такой большой и красивый. Кинотеатр там какой-то такой тоже необычный. Октябрь. Октябрь. Стадион там, помню. Стадион строителей. Застройка какая-то своеобразная в городе. Город делится на старый, на новый. Как-то своеобразный там. Это ещё с советских времён. Потом что ещё? Старая часть города и новая. Который уже... Где-то порядка... Вот уже в конце 70-х начал уже застраиваться. Новыми квартирами и всё. А всё, что до 70-го, это всё было в старом городе. В Цемлянск ещё там ездили мы. Город такой небольшой, провинциальный. В Цемлянске он, как считаете? Мне Ротонда там понравилась. Смотрится. И вино там ещё хорошее. И недорогое, и без всякой химии. Вот. Вино там натуральные всё. Что ещё меня удивило. Вино, что там продаются в этих обычных сетевых магазинах. Ну, типа наших этих вот магнитов. Ну и прочие такие наподобия. Вот там вино продаётся. Оно настоящее. Ни спиртом, ничем не отдаёт. Прям вот как есть виноградные, так и есть. У нас же в центральной части. В России. Идёшь в этот же магазин, берёшь то же самое вино. Вот мы специально приехали, попробовали. Соляйте, земляничное мыло. Прям вот как раньше было. Запах вот этот вот. Ну, куда его? А всё потому, что народ не знает вкус настоящего вина. Живущего в центральной части. Почему там настоящая? А что-то там брать тогда не будет никто, если там будет плохое. Потому что там, в южных регионах, народ знает вкус настоящего вина. Вот поэтому там ничего не подделать. Там такие номера, не ковец. Да и в каждом доме тоже считаю виноградник своё вино. Да. А тот, что касается Волгодонска. В Цемлянске, там даже помимо, как говорится, государственных, там есть ещё и частники сами. Ой, правда. В домашних условиях. Так что там виноделие вовсю. Угу. Ну вот. Потом ещё что? Ты где ещё? Совхоз Победа. Миноградный совхоз. Угу. Ну, что там? Там частный завод. Посёлок Янтарный. Вот. Так что вот, были мы в Волгодонске. Ещё мы были на Северном Кавказе. Ну, Ставропольский край, Пятигорск, Сентуки. Тоже понравилось. Добирались до Минвод. Ну, а там на этом, на маршруточке недолго добираться-то. И доезжаешь до Пятигорска. Жили мы там у подножия горы Машук. Гора известная достаточно. Там санаторий много разных. Вот. Что там запомнилось? Нам вот место дуэль Лермонтова запомнилось. Угу. Он же стрелял там, с Мартыновым. Там его домик сохранился. Музей. Да, в лестературе. Ну, это я расскажу. Я не понимаю. Мне тебе же там понравилось-понравилось. Увидел всё. Ну, понравилось-то прям. Давайте походить по Лермонтовским местам, по источникам. По различным. Которые там были. Источники лечебные. Музей. А! Магазин Белочка запомнился. Сладостей. Белочка вроде. Там столько сладостей. Ммм. Конфеты. Халуа. Обалдеть. Я такого выбора нигде не делал. Всё очень вкусное. И были на месте провала. 12 ульев смотрели. Вот. Там мы тоже были. Хорошо. Ну, и сунтуки особо не запомнились. Так. Ничего особенного. Тоже источники. Парк. В принципе, везде одно и то же самое. То же самое, мне кажется. Только природой отличаются. Может, архитектура что-то, что-то там. Не такое. Во. Что мы были в Нижнем Новгороде? Это, ну да, Нижний Новгород, то есть бывший город. Горький вроде он был. Горький. Горький. Там нас впечатлил Кремль. Да? Смотрится. И вид красивый. С Кремля на реку. Там Ака, Волга. Соединяется есть место. Называется Стрелка. Красиво. Красиво. Набережная. Большая. Правда, узкие улицы. Ну, вся верхняя часть, это старые постройки. Как для гужевых повозок всегда было. Ну, как делали раньше, так и осталось. Ну, покровка. На том месте теперь большие пробки очень. Автомобильные. Так как улицы узкие, не надо ехаться. Даже легковому транспорту, а уж про грузовой, и говорить нечего. Угу. Сами понимаете. Пешеходная улица, покровка большая. Хоть пешеходная, трамваи там все равно проезжают, между прочим. Ну, и все там. Они не нужны, можно сказать. А, ходили там в кунсткамеру, которая была при Петре Первом. Смотрели различные способы наказания за провинности различные. Впечатлило. Как раньше наказывали. Жесть. В пятку гвозди вбивали. Руки отрубали. Но мне понравилось, как наказывали пьяниц за пьянство. А что, что помимо этого, это очень жестоко. Об этом не будем. Угу. А вот за пьянство, да. Даже немного смешно. Угу. Представляете, бочка. В нее наливали вино. Сажали туда пьяницу. А что? Дальше? Давай дальше. Рассказывай. Ну ты рассказывай, я поем. Ты так болтай-болтаю. Угу. Много. Делали что-то наподобие хомута, приделывали его к бочке, но он был раздвижной. Пьяницу сажали, и где шея, делали небольшой зазор, чтобы он мог голову окунуть только вовнутрь. А наружу, там плечи не дойдут. Ну это все. Ну это он не сидел. Пил, исправлял нужду туда же. А зачем ему кунать туда? Там что-то вроде над ним крутилось, и он должен был нырять-то, нет? Ты поудышь. Я что-то с другим персонажем. Ты туда не надо. Ну ты к истории ближе, лучше себе же сказать, да? А пьяница-то ему каждый день же надо. Угу. Вот он сидит-сидит в этом вине, в этой бочке с вином, раз хлебнет оттуда, потом опять хлебнет, еще хлебнет, выспится там. Ну сколько не сиди, а выход-то из кишечника все равно должен быть. Да, есть. И вот, сами понимаете. А дальше, я думаю, вам рассказывать не надо. Да и не столом это будет сказано. Угу. Да, кстати, мы сейчас кушаем, видите, чего? Это из коровятина. Печень. Кровятина. Угу. Ну а что такое коровятина-то? А вы знаете? Я тебя спрошу. Они, конечно, знают. Коровятина. Почему называют коровятина? Потому что корова. Корова. Ну, поэтому коровятина. А что можно сказать говядина? То есть, а говядина, это корова взрослая. А взрослая корова, это кровятина. Следовательно, это из коровятины. Но можно проще сказать, печень говяжья. Что мы делаем? Ее нарезаем кусочками, отбиваем в пакетики. Затем пересыпаем перчиком, солькой, маринуем какое-то время. А потом идем жарить. Но прежде чем жарить, разводим яичко с укропчиком. Туда мелко рубленым. Туда малость тоже перчика, сольки. Сбултыхнем все вот так вот хорошенько. И берем печеночку в это яичко, затем в муку. Геечко в муку и на сковородочку. И все это жарится, потом переворачивается. Вот такая штука получается. Печень нисколько не твердая, мягкая, вкусная, воздушная. На то, на что он печень не ест. Это вот это кушает. Режется прям ложкой. О, смотрите как. О, ну как. Ни ножа, ничего. Вот, смотрите. Угу. Вкусно. О. А еще мы были от Нижнего Новгорода. Я не знаю, сколько километров приблизительно. Есть такой Жайск. Думали, это город. Оказалось, это вообще деревня в Бальческом районе. Чем известно? Вот есть такие святые муромские, Петр и Феврония. Они, как считается, покровителями брака, семьи. А когда их из Мурома выгнали, язычники, они поселились в Жайске. Вот такое место красивое. Река. Вот это тут. Горы. Красота. Вот там вот еще мы были. Там родников много. Памятник есть. Там все на горе все. Все на горе. Конечно, место замечательное. Так что, у кого будет возможность, вот так вот обязательно посетите. А где-то туда-то в село. Удивительно. Казалось бы, такое глухое место. Глухомань. Там леса, леса, деревня заброшенная. Много людей едут. В Дальнем Востоке даже. Один раз видел. А еще-то мы с тобой были в этом, где Пушкин был. Про Болдинскую осень слышали. Мы были в Болдино. Большой Болдино. Это уже Нижегородская сторона, конечно. Да, это Нижегородская область. Юг Нижегородской области. Так вот даже точнее сказать. Там усадьба. Музей. Усадьба большая. Пруды. Мостик горбатый. Красивый. Людей тоже много ходит там. Толпа. Отовсюду едут. Особенно туристы. Особенно в период осени. Да. Ну что, музей-усадьба, где гулял поэт. Деревья вековые. Лавочки. Ну, красиво. Стоит там побывать, конечно. Особенно осенью. Чтобы посмотреть, что человека вдохновляло. Чтобы написать столько всего прекрасного и хорошего. Вот. Еще там есть роща-лучинник, где он любил гулять. Там мы тоже были. Там родник есть. Да. Родник оборудованный. Вода хорошая, но если сравнить, что сколько мы пили из родников в воду. Она ведь накипи вот эта все-таки вода. Не совсем. Но эта вода предназначена для обычного питья. Понятно. Ну, знаешь, вот в лесу она находится, как лаврашки там вот это все. И когда воду пьешь, она отдает вот корнями вот этими деревянными. Привкус. Что поешь? Наверное, от деревьев. Значит, мне не понравилось. Еще там недалеко есть имение дяди Пушкина, его Львовка. Вот там какая-то особая атмосфера, конечно. На отдалении. Деревенька. Там буквально несколько домов. Дома старые. Глупши, одним словом. Парк вот этот тот вековой. Деревья. Красиво. Ну, атмосфера так чувствуется. Старина. Впечатлила. Очень даже. Вот мне даже что еще раз хочется есть. Вот как-нибудь и съездим. Прошу прокуряться, посмотреть как все. Съездим. Прям. Есть желание. Как мы вкусно покушали. Даже незаметно как. Я что-то, мне кажется, испачкал, да? Да нет, нет. Да. Ну, и осталось еще выпить компот. Супчик гороховый пошел хорошо. Печеночка бегла с салатиком изумительно. Осталось еще компотик охлебнуть. Ааа. Хорошо. А, и вообще на пузу. Хорошо пошла, да. Удобно сделать стакан, никакого не надо. Прогресс. Там не знаю, что внутри. Благо, не видим, да? Вкусно. Ой. Опять ты пугаешь меня. Своими газами из желудка через рот. Ужас. Это благородная троечка. Что, все, что ли? Ты еще остался, а мне что-то нет. Все. Ничего не осталось. Все. Ну вот, наш ужин, обед, три в одном, подошел к концу. Было очень вкусно. Надеюсь, мы вам подарили идею для приготовления обеда или ужина. Приятно с вами было пообщаться. Пообщаться. Ну что ж. Всего доброго и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Мяу! Мяу! Мяу!